Девушки отдыхают Ибо тут вейп механик не изменяет своим традициям Такими же неизменными остаются и варианты исполнения Черное плазменное покрытие, гальваника серебристого или золотистого цвета А также обычная голая латунь Russian Mechanic представляет из себя довольно геометрически простую цилиндрическую конструкцию с гравировкой в виде биомеханического сердца Корпус вытачивается из латуни, а крышка аккумуляторного отсека и контактная группа из меди Но это далеко не самое важное в этом моде Вся прелесть механика заключается в кнопке Мы условно разделили ее на несколько частей Сам толкательный механизм, корпус, пин, пружину и мостик Пин представляет из себя две отдельные, не связанные друг с другом медные части Их укладывают в специальную форму, в которую под давлением закачивается полимер В итоге получается цельная деталь, поддерживающая постоянный физический контакт между атомайзером и плюсом аккумулятора А замыкает всю цепь уже мостик, контактирующий при нажатии с этими двумя медными пластинами При этом он тоже не лыком шит и представляет из себя бутерброд Для того, чтобы кнопка не грелась даже на сопротивлении в 009-ом Здесь есть слой диэлектрика, из-за которого ток протекает только внутри тела кнопки В первой версии этого мода, продававшейся на выставке русский вейп 3 Мост был идеально гладким, из-за чего мод не всегда начинал жарить Сейчас же на нем появилось два бугорка, которые решают эту проблему на корню Несмотря на это, нужно понимать, что вы держите в руках мехмод И нажимать на кнопку нужно не то чтобы сильно, но уверенно А основным минусом такой конструкции является обслуживание Дело в том, что микроказе тут в два раза больше, в районе каждого бугорка на мосту На деле чистку это особо не усложняет, зато аккумуляторы за счет постоянного контакта теперь не портятся Ну а для того, чтобы получить доступ ко всему этому безобразию Необходимо открутить кнопку, достать тело из трубки, а после аккуратно вынуть пин, не потеряв при этом пружину В принципе не сложно, но в девайсах с нижней кнопкой процесс чистки гораздо проще Ожидать фантастики от такой конструкции не стоит Но по производительности Russian Mechanics сравним с модом от VEGAT В итоге сказать можно только одно Довольно редко выходят мехмоды, конструктив которых по-настоящему удивляет Боковая кнопка это безусловно удобно Но после такой популярности варианта с нижним ее расположением немного необычно Но за удобство использования и отсутствие микроказе на аккумуляторе придется платить чуть большими временными затратами на обслуживание Поэтому советуем лентяям подумать дважды Мы благодарим VEGAT MECHANIC за предоставленное устройство Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и наводите мосты в вейпинге Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!